Здравствуйте, я Лилия Игликова. О связи между идеологией и финансовой политикой государства говорим с финансовым аналитиком, советником председателя Нацбанка Казахстана Эйдарханом Кусаиновым. Эйдархан, здравствуйте. Здравствуйте. Накануне майских праздников вспоминаются советские лозунги «Мир, Труд, май», «Свобода, равенство, братство», «Путь к коммунизму» и пусть «Свобода» была весьма относительной, но все же это была часть советской идеологии, весьма понятной народу и принятой советскими людьми. А если идеологию современного Казахстана разбить на лозунги, что бы у нас получилось? Я думаю, ничего не получилось бы, потому что у нас как таковых идеологических целей, ценностей, что ли, в стране нет, к сожалению. И это является большой проблемой для экономики, для финансовой политики, да, ну и для общества в целом. Были попытки, да, мы много говорили о национальной идее, которая так вот у него что как бы не вышла, да, там, «Мангрик Ель» было, было общество всеобщего труда, по-моему. Вот, вот эти инициативы были, но они как-то либо не приживались, либо не разделялись, ну, либо должным образом не были проведены в обществе. И вот, к сожалению, сегодня нужно констатировать так, что какой-то такой вот в Казахстане, да, у нас нет некой общей идеологии, цели, там, которая будет, там, понимание, да, куда идет и зачем идет государство. Ну, возьмем, например, только модернизацию сознания. Это словосочетание, я думаю, что известно. Каждому казахстанцу сегодня проводятся многочисленные мероприятия, посвященные модернизации сознания. Как вы понимаете, что это такое? Как оно должно проводиться и кем? И вот я считаю, что сама инициатива по модернизации сознания, в смысле, если отбросить техническое исполнение, да, то это очень важный момент, и это очень хорошо, что пришло понимание, да, что вот без работы с сознанием, без формирования некого национального сознания общего, да, невозможно дальнейшее движение. Ну, и вообще, в принципе, невозможно движение. И появление такой программы, это, которая прям называется модернизация сознания, то есть обращение к сознанию. Это, я считаю, прям прорывный, да, действительно прорывный, там, момент в мировосприятии, в разработке политики. И глубинная сущность вот этой программы, я ее вижу как раз в том, чтобы сформировать это национальное сознание. Она называется модернизация сознания. Я бы назвал, на самом деле, формирование сознания, потому что у нас нет этого общественного сознания. То есть это формирование какой-то общей идеологии, понятной и доступной. Вот чуть-чуть я осторожно отношусь к слову идеология, потому что они, в смысле, так, вызывают оно отторжение, да. Я думаю, что это формирование некого слитного, цельного, общественного сознания общего, да, вот, которое разделялось бы гражданами этой страны, всеми гражданами этой страны, ну, в большей или меньшей степени. Ну, да, это может быть, мы привыкли, там, коммунистическая идеология, ну, на самом деле, коммунизм – это же некая идея, это набор ценностей, да, ценностных приоритетов, набор, там, этических принципов, ну, то же самое, кодекс строительства, строителя коммунизма, да. То есть это некий, в том числе, во многом, нравственный какой-то кодекс, набор, да, правил, который, вот, распространялся, там, на территории Советского Союза, да, и позволил сформировать некое общественное, советское, наверное, сознание, да, про которое говорят совок, да, и в том числе истахановцы, мир, труд, майя и так далее. Поэтому, если не использовать слово «идеология», я бы, как оперировал бы, словом, там, «общественное сознание казахстанское, да, страновое общественное сознание». И его и нужно развивать, создавать, наверное, где-то в новом зоне. Но, хорошо, смотрите, давайте возьмем все-таки советское время. Действительно, было очень много энтузиастов в труде, в каких-то научных разработках. Были у нас герои труда. Сейчас этого всего нет. Может быть, мы уже говорили о том, что свобода в Советском Союзе была очень относительная, но, тем не менее, советские рубли не превращались в доллары и оставались в стране, оставались работать на собственную экономику. А сейчас мы потихонечку теряем наследие, которое досталось нам от Советского Союза. И на самом деле каждый предприниматель, то есть многие, скажем так, предприниматели, которые получают свободу распоряжения своими деньгами, пытаются вывести деньги в офшоры. Ведь это же тоже проявление идеологии, которая уже сейчас в народе изменилась. Мы говорим, что идеология никак не обозначена, но все равно она же есть. Нет, давайте вот нужно разделять то, что общественное сознание и, скажем так, финансовую политику или экономическую политику. То, что деньги там конвертируются, меняются, уходят в офшоры, приходят в офшоры, из офшоров, это, скажем так, нормально, это торговые потоки. Тем более, Казахстан там сидел на шелковом пути, у нас всю жизнь здесь меняли валюту, туда-сюда ее возили. Ну, просто потому что транзитная страна, путешественники ездили, и границ не было. Это нормально, потому что у нас сейчас рыночная экономика. Но это не есть хорошо для государства. Мы об этом... Это нормально также для государства. Давайте здесь... Что вперед? Когда вы формируете некое общественное сознание, да, где разделяются ценности, тогда и вы создаете точки вот того самого энтузиазма, да. То есть, если вы сформируете общество, где стоит в приоритете там человек труда, ну, для этого нужно снимать фильмы, об этом нужно говорить в газетах, об этом нужно создавать информационное пространство, да. То есть, на самом деле, понятно, что в глубине души каждый индивид хочет каким-то образом выделиться и получить общественное признание. Ну, это как по пирамиде масло, да. Вопрос в любом обществе, да, это в какой системе ценностей он оказывается. Поэтому, если он оказывается в системе ценностей, где там заработай больше, он будет стараться там зарабатывать больше, да. Если в какой-то системе ценностей, где принеси больше государства, там, ну, радости, да, и он будет в этом... То есть, человек всегда пытается выделиться, и принцип государства, да, и основная роль государства, мне кажется, как раз состоит вот в управлении вот этой системой ценностей в общественном сознании. И тогда любая инициатива появится, будет проявляться в, ну, скажем так, в нужном ракурсе. Поэтому, отвечая на вопрос ваш дальше, да, потоки денег и перетоки денег – это все-таки, наверное, не отражение идеологии, а отражение, ну, никаких просто механизмов взаимодействия торговли, да, торговли. Другое дело, что сами решения, которые человек принимает, да, это экономические решения. Они диктуются системой ценностей, диктуются общественным сознанием. Поэтому, если в стране, допустим, есть приоритет, там, человека труда, человека науки и чего-то еще, то тогда бизнесменный, получив деньги, у него появится какая-то идея, допустим, построить научный центр. Или, не знаю, там, заняться благотворительностью, или открыть какое-то трудоемкое производство, да, вот, или поддерживать, в том числе, там, героев труда, а не вывести деньги. То есть, хочу еще раз подчеркнуть, идеология влияет вот только на поведение человека, а вот все эти запреты, и понятно, что бизнесмен, руководствуясь вот этими инвестициями, да, всегда будет соблюдать баланс. Вывести деньги в офшоры, где они будут эффективнее работать, лучше, или кого-то проспонсировать. Вы можете чуть-чуть сдвинуть ценности. Ну, принципиально поменять, конечно, невозможно. Интересное определение давали понятию идеология во второй половине XIX века. Я процитирую. «Неистинное мировоззрение предназначено для обмана ради политических и иных интересов». То есть, идеологию тогда стали рассматривать как инструмент для управления массами. Это то, чего у нас нет. Но разве это нормально? Разве может государство существовать и управлять массами без крепкой идеологии? Конечно, не может. Ну, во-первых, в смысле понятно, что вот это определение, которое рождено, но это, скажем так, рациональное определение, потому что религия – это тоже идеология, по идее. То есть, вы верите в идею, что мир устроен каким-то образом, он создан так-то. Вы верите в идею, что вот это будет хорошо, а это плохо. Вы верите в 10 заповедей. Это же тоже идеи. Не убей, не укради и так далее. Это точно так же, как свобода равенства братства. Здесь просто 3 приоритета, там 10. То есть, я бы… Поэтому я, кстати, не люблю слово «идеология», потому что она слишком зауживает вот этот инструмент управления. Потому что религия – это тоже элемент идеологии, да, вот. И многие другие вещи, там, и вообще просто элементы информационного пространства, да, они… Управление общественными ценностями, общественное сознание – это некое… Инструмент… Государство, любое государство всегда управляло общественным сознанием. Любое, да, больше или меньше, потому что, ну, таким образом, государство взаимодействует с гражданами, вот. И у нас, повторю, к сожалению, да, вот нет такой, я бы сказал, целенаправленной работы, да, по формированию некого единого общественного сознания. У нас как-то в этом направлении, мы встали на такую крайне либеральную точку зрения, да, ну, наверное, переняв лучшие западные практики, которые говорят, не вмешивайтесь в идеологию, не надо вмешиваться в идеологию. На самом деле, на Западе идеология очень мощно работает. Она называется просто религией, да, протестантизмом. То есть, до недавнего времени классический американец, это был вас, white, англосаксон, протестант. То есть, он протестант. До сих пор вы смотрите фильмы в Голливуде, там, в фильмах снимаются, люди благодарят, там, Господу, современные, взрослые люди, они очень набожны. Ну, понимаете, они набожны и очень важно, они протестанты, потому что протестантизм несет определенный набор ценностей, которые отличаются от католицизма. Ну, там, я не буду погружаться в тонкости религиозных доктрин, но там некие принципы нравственные, да, они отличаются от католицизма. И есть знаменитая работа, в смысле, протестантизм выбора, я забыл, но, в смысле, что капитализм, он вырос из протестантизма, он стал возможен, да, вот этот инструмент. А вот смотрите, Айдархан, вы говорите, что само слово «идеология» вызывает у многих отторжение. Это действительно так почему-то? Даже в Конституции Российской Федерации говорится, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Это говорится в статье 13 Конституции Российской Федерации. Но в то же время, в той же Конституции прописаны основы устройства, государственного устройства, как многопартийность, многообразие форм собственности, плюрализм мнений, разделение властей, равенство всех перед законом. На самом деле это же и есть идеология. Да, да. И причем вполне понятно, это либеральная идеология, которая всем известна. Почему же тогда само слово «идеология» отодвигается и прячется куда-то на задний план? Я думаю, что это некая боязнь последствий коммунистической идеологии. После расплава Советского Союза сразу нельзя коммунистическую идеологию. Тогда же подразумевалось нельзя идеологию, но тире коммунистическую. Поэтому я чуть-чуть противник заужения вот этой идеи, слова, заужения этого слова. То есть должна быть работа с общественным пространством, и это нужно выстраивать. Повторюсь, на Западе работа такая и идет, просто она в смысле как бы базируется на своем, поддерживается религиозность. Вот так, да? И она должна поддерживаться, скорее всего, не только религией, но и финансовой политикой. Должны финансироваться какие-то государственные проекты. Когда у нас у первоклашек отбирают булочки в столовые, мне кажется, тяжело озвучивать какие-то идеи о высоких принципах. Ну да, да. То есть на самом деле, я вернусь, экономическая политика, она в том числе, во-первых, любая успешная экономическая политика должна базироваться на ценностях общественного сознания. Потому что что такое экономическая политика? На самом деле, это некий набор стимулов и запретов для того, чтобы люди лучшим способом, наилучшим способом себя проявляли. То есть налоговые послабления, это значит будет стимулироваться такое развитие, или такие бизнесы, или такие направления. Где-то там ограничения, запреты, это будет сжиматься в поведении людей. То есть в конечном итоге, экономическая политика, это влияние на поведение людей. То есть экономика в конечном итоге, это вот, вы решили купить сегодня это, а не это. Вы решили потратить больше или меньше, вы решили копить или брать кредит. Это все экономические решения, которые принимает каждый отдельный человек. И это экономика. Но каждый отдельный человек принимает эти решения в соответствии со своими ценностями. И в чем проблема на самом деле нашей экономики? Мы взяли экономическую политику, которая либеральная, западная. Грубо говоря, это дерево, которое выросло в протестантской почве. Почве, построенной на приоритете личного успеха. Почве, построенной на неком культурном коде Запада. Вот мы взяли это дерево и воткнули в общественное сознание Казахстана, которое вообще никогда не было протестантским. То есть у нас общинное сознание, у нас до сих пор роды, жузы, хорошо это или плохо, но у нас вот это вот. У нас там маруахи у казахов. Если говорить про казахстанство, это во многом Советский Союз, это во многом смысле коммунизм. И это опять общественное сознание. У православных там нет своего папы римского, хоть есть патриарх. Там есть в смысле коллегиальное решение. То есть у православных тоже отличается. То есть весь культурный код этой страны, этой территории, он отличается, он не протестантский. А мы взяли экономическую политику, которая проработана для другого культурного кода, она сделана. И теперь пытаемся этим управлять. И говорю, как-то так не получается. Мы делаем налоговые стимулы, а общество почему-то, экономика туда не развивается. Вот на Западе такое сделали, у них все развивалось. А мы у себя делаем, а у нас не развивается. Почему-то. А если привести вот такой пример. Если, допустим, немножко изменить политику государства, больше вкладывать в бесплатные кружки для детей, то есть в развитие молодежи, начиная с детского сада, школ и так далее, институты. Если больше вкладывать в социалку, то в конце концов мы меньше будем иметь каких-то преступных элементов, религиозных, экстремистских течений и так далее здесь. Абсолютно, да. И для государства это будет выгодно. Да. Самое главное, вот в человеке, в обществе, да, самое главное это то, чтобы, с одной стороны, необходимо формировать общественное сознание, оно формируется абсолютно четко через информационное пространство. Это, ну, в смысле, это там массовая психология, психология масс, да, там, его можно формировать через там программы, фильмы, книги и так далее. С одной стороны, общественное сознание должно формироваться, но, естественно, оно должно формироваться на вот этой внутренней базе, да, национальной, культурном коде, да, там, казахстанцев, там, евразийцев и так далее, да. То есть на самом деле культурный код у нас достаточно близкий и общий, потому что тысячу лет мы соседи, ну, эта территория в той или иной степени, она была, то там, орда Чингискана, да, я бы даже сказал, вот в этой территории была фактически одна единая территория с движущейся столицы, в Каракаруме столица, потом в Москве столица, потом в Петербурге называлась там империя Чингискана, потом там Российская империя, то есть в том или ином виде эта территория, она была, да, и она едина достаточно. Получается, сегодня наша идеология как бы в раскоряку. Да, и нам нужно вот это вот с одной стороны общественное сознание, поэтому здесь и коммунизм победил, и Советский Союз, потому что это было в смысле близко, поэтому нам нужно с одной стороны общественное сознание формировать вокруг этих ценностей, с другой стороны экономическую политику совершенно четко менять и адаптировать, делать в соответствии с этим общественным сознанием. И у меня еще один вопрос остался. Китай, который взял на вооружение советскую идеологию, сегодня движется семимильными шагами вперед при всех, через все экономические кризисы мировые. У них появились и свои собственные нефтяные фьючерсы, они работают над масштабным проектом «Один поезд, один путь» и сами финансируют его. Ну и вообще экономика Китая развивается очень стремительно. Как вы считаете, есть ли доля успеха Китая именно в том, что они взяли нашу советскую идеологию себе на вооружение? Они взяли на вооружение то, от чего мы так легко отказались? Безусловно, безусловно. Здесь вопрос не того, хорошая она или плохая советская идеология. Просто они очень правильно это. Во-первых, она, еще раз повторю, советская идея, коммунизм, идея коммунизма, она очень близка для людей с общественным мышлением, для общественным, извините, с общественным мышлением. Китайцы, у них там был конфуцианский идеальный благородный муж, должен делать то-то, то-то, то-то. У них культ семьи, у них культ ячейки, общественные. Они взяли коммунизм и адаптировали. Но они в итоге-то сделали китайский коммунизм. То есть, они не калькировали, они адаптировали, они взяли свою основу, поженились этим, выработали некий общий концепт, конструкт. И когда вот это все совпало, экономическая политика и ценностная политика, и индивид, все это в гармонии сработало, и оно пошло. Точно так же с западной политикой, протестантизм, капитализм, протестантизм, инструменты, все заработало. И там после 1600-го, 1800-го года началась промышленная революция, и все хорошо там стало, у китайцев стало хорошо здесь. Потому что они адаптировали ценности сознания и экономические политики. У нас мы не работаем с сознанием, а еще более того, выдергиваем совершенно чуждые инструменты с чужой почвы и пытаемся вставить здесь. И поэтому у нас здесь ничего не работает. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста.